Доброе утро, друзья! Сегодня будем говорить об основах устройства психики. Все, что я сегодня буду рассказывать, взято абсолютно из практического опыта с конкретными заболеваниями. Конкретными это аутизм, биполярное расстройство личности, болезнь Паркинсона, ДЦП, нейродермит, ну еще там что-то было уже помимо. А, болезни почек, вот с почками с человеком, который на диализе. Вот с ним тоже работали, та же самая схема прокатывала. Еще там ряд моментов, когда мы работали, и вот эти вещи все доставали, информационные. И это та часть, которая общая, общая у всех людей. Поэтому я ее сейчас выдаю в открытый доступ, и которая сохранится в дальнейшем на видео. На ней сохранится моя терминология. Я не буду подстраиваться ни под медицину, ни под экстрасенсорику, ни под кого, как мне удобно. Кто первый дошел, того и лыжи. Итак, как все устроено? Смотрите, что мы видим, и с чем мы работаем. Вот есть какая-то картина мира. Это внешний мир человека, проявленный, с которым он взаимодействует. Он взаимодействует физическим телом и своей психикой. Первый психический слой, который идет во взаимодействии с внешним миром, у него идет эмоции, эмоциональный. Дальше идет стандартное ПО. Что это такое? Эмоции – это тоже определенная программа, когда определенная какая-то шаблонная программа дергает какой-то инстинкт, реакцию и проявление эмоциональное. ПО – это система ценностей и убеждений, принятая в социуме у нас. Так хорошо, так плохо, так надо, так не надо. Все поведенческие наши реакции, как правило, неосознаваемы. Почему человек ведет так себя, а не иначе. Вот с этим слоем чаще всего работают психологи, психотерапевты. Здесь же объединение программ формируется в субличности. То есть вот эти два слоя программы, когда объединяются, там есть спайка программ, и к спайке программ добавляется спайка эмоций, спайка проявлений. Она же окрашивается чувствами, ощущениями и так далее. Это все с более нижних слоев идет. Это мы разложим отдельно. Это самый поверхностный слой. Под ним есть более интересный слой, я его назову эпигенетический. Этот слой, он полностью завязан с работой Высшего Я. И в этом слое лежат программы кармические. Это те программы, которые были заработаны в предыдущих воплощениях, им были неизъяты осознания, была зажата энергия, и эта энергия пошла через инкарнацию, перетекла на следующее воплощение. Вот эти эпигенетические программы, они в нашем физическом теле уже прописаны в виде метельных меток в перинатальный период. И в дальнейшем они обязательно для того, чтобы запуститься в развитие, имеют какую-то маркерную ситуацию. Обычно в детском возрасте, например, травма предательства, прописана где-то в метельной метке, в 3-4 года ребенок переживает ситуацию, когда эта травма предательства у него подтверждается, и потом в позднем возрасте у него начинает развиваться болезнь. Например, боковой амиотрофический синдром на травме предательства, например, стартует. И таких очень много примеров, когда тяжелая болезнь имеет подтверждение в эпигенах, и она идет по карме, как правило. Вот здесь уже классическая психотерапия не работает, но есть методики, например, полутерапевтические, как РПТ, то есть которые пытаются совместить какие-то экстрасенсорные знания с наработками, и они взяли метафору яйцеклетки, и у них многие вещи становятся рабочими. То есть сама метафора, вот эта, она не РПТшная, но с техниками РПТ она приобрела другой окрас, и она неплохо стала работать с этим слоем. В других техниках это все замыливается, этот слой не рассматривается. Но этот слой не последний. Вот здесь есть такой очень интересный слой, дальше, ниже. И зачистка эпигенетического слоя, как правило, не дает желаемого результата по тяжелым недугам. То есть метки зачистили, а недуги почему-то не уходят. Вот этот вот вопрос, почему не уходят, когда мы начали расшаривать, мы пришли к следующему варианту. Я так нарисую его. Вот что в этих слоях, мы пока не знаем. Мы их не расшаривали, но мы туда тоже залезем. На сегодняшний день мы то, что расшарили, то рассказываем. Вот эпигенетический слой связан такими жгутиками. Уходит вглубь. Смотрите, вот здесь, как в компьютерном доступе. Вот эта вот часть, это распознание свой-чужой. Если вас система не распознает как своего, вас туда не пускает. Что надо для того, чтобы распознавала как своего? Фиг его знает. В какой-то момент эта связь односторонняя, ты работаешь. Я думаю, что это чистота намерений все-таки в основе лежит. В какой-то момент система тебя туда начинает пропускать. И здесь есть зоны такие прикрепления. Вот в эти зоны прикрепления, они очень интересные. Здесь энергия. Они как воронки выглядят. Энергия уходит, как правило, в обратную сторону. Иногда встречается, что какой-то приток энергии есть сюда. Но так, чтобы был приток и не было оттока, мы ни разу не встречали. И это, как правило, родовые программы или род плюс карва. Эти каждый жгутик имеет свою определенную частоту. Частота, через которую передается информация. О чем говорю? Например, я возьму пример одного заболевания. Оно просто очень ярко было тогда выражено. А вообще такие жгутики есть во всех тяжелых заболеваниях. Абсолютно во всех. Например, был какой-то красноармеец, который бухал во время революции. И вел народ, отрицая Бога. Просто валил вперед и говорил, Бога нет. И вот так это будет. Строил коммунизм. Вот это вот пьянство у него соединилось со злобой, со злобленностью, с негативными реакциями. Очень низкая частота. И она через поколение транслировалась. Она забирала сюда энергию и выдавала туда, по жгутику туда, уходит информация. Информация уходит в высшее Я. И высшее Я в данном воплощении накачивает определенную ресурсную травму. Я ресурсную травму чуть выше разрисую. На этой схеме неудобно. Чуть дальше. Высшее Я накачивает ситуацию. И в этом воплощении рождается в любви ребенок. И частоты не совпадают. Вот здесь злоба, агрессия бухалова. Он рождается, например, в любви. Мама его любит. Хотя резонансная частота бухалова все равно будет проявлена предками. Например, папа все равно будет бухать. И у ребенка идет конфликт программ. И проявляется в виде аутизма. Пока вот этот вот жгутик не уберешь, вот эту вот дырку не заделаешь. Вот эту воронку. Это воронки такие. Так называемые воронки. Результата по тяжелому заболеванию не будет. И очень круто. Вот здесь, чтобы выйти на этот уровень, обязательно надо пройти распознавание свой-чужой. Здесь находится душа. Всю вот эту работу с родом и кармой мы ведем только с ее разрешением, с ее согласием. И она сама указывает, какие моменты, где, как резонансно влияют. И что надо закрыть, что перекрыть, что удалить. Дело в том, что если удалить все эти жгутики, то у человека вообще не будет формироваться реальность, если он неосознан. То есть, по сути дела, картина мира пойдет на обрушение. И вот эти вот моменты, это моменты безопасности для того, чтобы какая-то картина мира все-таки существовала. Худо, бедно, но есть. Пока человек не осознается. Там есть еще один уровень, когда мы выходим на душу. Я пока о нем рассказывать не буду, но мы на него уже вышли. Это та часть, которая есть у всех людей. Следующую схему, там, она просто очень удобна. Она ложится на эту, но удобна в применении. Значительно удобнее, когда мы работаем с психикой человека. Первое, когда мы уйдем на душу, мы заходим к ней как бы издалека. Она выглядит как шар. Здесь внизу у нее есть высшее я. Оно отделено прослойкой, это душа. Здесь есть эго. Здесь есть... Неправильно нарисовала. Здесь есть эго. Здесь есть ум. Структуры. Они между собой энергетически связаны. Связаны с высшим я, и душа еще связана с умом. Да? Более того, у души есть еще интересная штука. Вот этот вот бутерброд, который между душой и высшим я. Здесь много слоев. Здесь реально мозаика. И в этих слоях здесь есть слой, который обеспечивает техническое обеспечение. Передачу в высшее я от души информации, а назад осознание. Здесь есть механизм веры. Здесь есть интеллект. Здесь есть память. Это все слоями, как бутерброд находится. Это тоже имеет свою сложную структуру. Вот мы вчера выкладывали, как устроена память. Тоже удивительным образом моменты, разделенные на прошлое, здесь и сейчас, и будущее. И как это работает. И фильтры восприятия полностью завязаны с ресурсными травмами, с высшим я. Да? Что делает высшее я? Что делает высшее я? Высшее я через вот эти прослойки, через вот эти механизмы, через эту сложную структуру, берет от души информацию и накачивает здесь ресурсные травмы. Эти ресурсные травмы – это карма, туда же уходят и родовые программы, туда же все. Это набор энергии плюс информация. И вот это все создает определенный фильтр, через который строится картина мира. И таким образом картина мира, внешняя реальность, отделена от души вот через этот вот травматичный фильтр. В памяти он тоже выделен отдельным слоем, как фильтр. Там тоже есть эта прошивка. Очень интересно, работает по восьмеркам через бесконечность. Получается, таким образом душа через вот эту вот призму пытается видеть мир, а мы из мира через эту призму пытаемся донести информацию душе. Интересные штуки, очень наглядные. Если у человека развиваются психические заболевания, например, то у человека вот при аутизме, если перевивочный аутизм, блокируется высшее я в развитии. Очень часто родители своим поведением в аутизме мы все-таки столкнулись с тем, что на сегодняшний день самое большое количество случаев, которые обратились к нам, это травматичный аутизм. Это аутизм, который развился в результате взаимодействия родителей-ребенок. То есть это травмы, нанесенные родителями. Прививки у нас всего, за все время мы встретили две или три прививки. Все остальное – это родители, господа. И тогда блокируется вот эта часть в развитии. Но, например, в случае ДЦП мы вообще встретили полное отсутствие этих структур. То есть мы вышли на душу, она такая обкоцанная. А здесь ничего нет. Пусто. Вместо высшего я вообще ничего не было. Вместо эго и программы ума были выделены места под них в психике. Все. Информации там никакой не было, энергии там не было, ничего не было. И таким образом, все, включая ресурсные травмы, формирует тот, кто работает по данному заболеванию. Для того, чтобы работать вот уже с этими вещами, сами понимаете, это значит, у тебя доступ должен быть еще выше. У тебя доступ должен быть к тому, чтобы редактировать структуру души. Потому что это значит, на том матричном уровне произошел сбой. Кто обеспечивает доступ? Доступ обеспечивает человек сам. За счет чего он обеспечивает этот доступ? За счет коннекта душ. То есть когда человек четко, душа напрямую рулит телом и напрямую ходилка-стрелялка, ее слушается и выполняет ее задачи, то только у души есть доступ редактировать другую душу. Представляете, да? То есть это тогда, когда наши души полностью открыты. И теперь вернемся к прежней схеме. Когда мне говорят, я хочу стать инфодайвером, я вот уже проработал эмоции, ПО и эпигенетику, но тело мое почему-то не восстанавливается. И я почему-то не могу слышать себя и так далее. Потому что, господа, чтобы слышать себя, надо еще пройти вот эту часть. Да? Там душа где-то дальше. И это уже вещи связанные с родом. И когда мы зачищаем вот эти воронки, помните, я рисовал эти жгутики. И мы зачищаем эти воронки. То у нас вдруг оказывается, вдруг оказывается, что из этих воронок очень быстро информация наполняет заново эпигенетический слой. Его надо прорабатывать заново. И получаются такие циклы программные. Взять и один раз отработать не получается. Но один раз, проделав здесь вот, когда мы, например, делаем, работаем с человеком на внутренней отладке, мы вот так дыру проделываем человеку по всем этим уровням и выводим сюда. И когда мы на жгутик не попадаем, вот так, человек слышит душу. И душа слышит его. И душа говорит, да, значит, он может. И дальше душа его сама ведет. Что ему зачищать, что делать? Она включается сама в процесс и помогает человеку двигаться в этом направлении. Человеку значительно легче. Зачастую душа, вместо того, чтобы снести этот слой, она прокладывает маршрут в обход. И говорит, о, я же здесь тоже могу вывести его в наблюдение, его травм, и обвести в обход. И тогда у человека получается такая вычурная конструкция в психике. Но при этом он неимоверно классно работает как инфодайвер. А почему нет? Потом уже сам осознанно снесет это все. Но в любом случае это достаточно глубинный процесс работы над собой. И когда я начинаю работать с человеком, я зачастую не могу ему весь объем и всю сложность объяснить. Хотя, с другой стороны, всю эту сложность я вижу достаточно простым объемом материала. То есть, грубо говоря, если человеку, который занимался духовными практиками, надо было там 10, 20, 30 лет в медитациях проводить под Баобабом, а иногда не одну жизнь под Баобабом, то теперь вот весь этот путь можно сделать... Ну вот, реально, у меня получается за 3 месяца вот так человека растрясти. Но вот этот вот слой, все, что ниже эпигенетики, да, вот сюда, это индивидуальная работа. Потому что здесь нету ничего общего, нету ни одного жгутика общего. И все вот эти проработки, они идут индивидуальные, и раскачка, как брать, учить, работать с информацией, это тоже индивидуальная. Но работать с человеком индивидуально, когда у него вот этот вот хлам не выметен, вообще не имеет смысла. Поэтому у нас и существуют пока эксперименты. Будущее показывает, что они через какое-то время закончатся. Но на сегодняшний день, во время экспериментов, люди, которые приходят, они пробуют, и те, у кого получается, вот они уходят в индивидуальную работу. Те, у кого получается действительно непридуманно, а действительно получается объективная информация. Почему, я обращаю внимание, непридуманно. Наше высшее я имеет такую особенность, когда, например, вот душа, и высшее я, оно очень большое, оно перекрывает душу. Вот этот бутерброд здесь слоеный. Иногда даже структуры эго и ума нормальные, а высшее я раздутое. И оно тогда подменяет собой душу. И оно говорит, да, я чувствую. Знакомая ситуация, да? Когда, ведь душа, это через чувства работает. Душа, она полностью открыта через чувства. Мы ее чувствуем. Она вызывает у нас определенное состояние. Но это все через чувства. И вот в прослойках там есть такие прошивки, они именно дают правильную прошивку, какие ощущения соответствуют каким состояниям, каким чувствам. То есть вот эта вот настроечная часть, это тоже вот в этом промежутке здесь есть, в бутерброде. Так вот, все, что касается чувств, это душа. Но наше высшее я, это же программы, это ПО. ПО с эмоциональным окрасом потом, вот эта верхняя часть, от эпигенетики и выше. Так вот, на этом уровне наш активный ум говорит, да, мы тоже чувствуем. И эго говорит, да, я тоже чувствующий, как-то я, я что, бесчувственный, что ли? И высшее я тоже говорит, я чувствую. И потом человек мне пишет, Наталья, пришлите мне список чувств, я буду их изучать. Вот сразу вопрос, какая структура изучает список чувств? Душе надо чувства изучать, а высшему я? Вопрос и ответ очевиден, да? И получается, что у нас в жизни очень часто человек подменяет чувства, чувства, он думает, и под каждое думает, у него уже есть программа, и к каждой программе высшее я уже прицепило определенное чувство паровозом. Но это высшее я прицепило. Оно ж у нас такое умное, да? Оно у нас такое умное, что особенно в спарринге с программой ума, что они любой паровоз создадут. Но они, чем больше они создают этих паровозов, тем больше они перекрывают душу. И тогда душу мы не чувствуем, и тогда мы не в гармонии с ней. И я очень часто встречаю, например, в психологии, в экстрасенсорике людей, которые говорят, я ходил там, кучу семинаров прошел, я там и тета-хилингом занимался, я РПТ 7 раз откатал эпигенетику. И ты смотришь, вот там высшее я на все 7 раз. Почему у человека не было результата? Почему он только раздувал свое высшее я? Высшее я раздувается, когда там увеличивается количество программ, и когда увеличивается количество нереализованной, нераскрытой, сокрытой, травматичной энергии, тогда оно большое, тогда оно перекрывает душу, и тогда человек не чувствует себя. И человек может сходить и 10 раз, и при этом у него высшее я просто превращается в неизвестно что, и перекрывает вот эту вот чувствительность. Почему? Потому что я за свою жизнь встречала всего лишь одного тренера, который готов был вот так работать с людьми, вгоняя их в тело, в чувства. Вгоняя их в чувства. Потому что все наши проработанные экстрасенсы и психологи, как правило, высшее я вот такое, за счет чего? Я же был, я отработал, мне это не надо. Я прошел, материалы есть, методички, все есть, все супер. А в чувства залезть? А в чувства залезть больно? А в чувства залезть плачешь? А как же я такой крутой буду плакать? И пошли программы, это все ум и высшее я внутри полностью разнос устраивает. И душа при этом не оголяется, душа при этом не открывается. И толку от таких проработок получается мало, выброшенные деньги. А человек, который вгоняет в чувства, вы понимаете, что он, чтобы чувствовать, как чувствует человек, он должен не потерять свои чувства и чувствовать полностью его. А это тяжело. И таких людей, это по сути дела плавать в чужом навозе. И таких людей, которые согласятся вести вот такую работу, но их единицы, это должно стоить неимоверных денег. Это реально очень тяжелая работа. Я в своей жизни встречала такого человека. Более того, он умудряется даже тренинги вести в небольших группах, но он их ведет, и он просто выработал в процессе практики такие моменты, когда он четко, человека раз и в чувства, раз и в чувства. Так вот, человека надо непрерывно в интенсиве загонять в чувства, 3-4 дня как минимум, и тогда он уже оттуда влазить не будет. Представляете, какой объем работы это, чтобы просто проложить туннель через Вышея? И кто эту работу будет за Вас делать? Вот такие интересные штуки получаются. Сегодня я выдала Вам теоретическую часть, практическую. Думайте, кому надо слышать себя, кому надо развитие, кому надо душа. Тот вникает в это все и понимает. Объем работы, что делать, как делать, и выстраивать для себя путь сам. Путь выстраивает осознанно, мы учимся осознанно формировать свою картину мира. Потому что после зачистки ресурсных травм, вот эту картину мира люди забывают рисовать, и потом висят действительно в дне сурка. И тогда очень радостно, что есть вот эти воронки, которые подкачивают хоть какую-то энергию Вышея, которые формируют им хоть какую-нибудь лабуду, чтобы у них все-таки картина мира оставалась. Наша психика очень классно устроена, и в ней нету дырок и пробелов. Когда туда заглядываешь, понимаешь, что все вот это понять, осознать, это все через практику, это невероятно, это невероятные объемы, это невероятные возможности. И в лечении заболеваний это невероятные возможности. Но я вот последнее еще что скажу. Я, например, в процессе практической работы пришла еще к одному заключению. Инфодайверов надо делить на специализации. Например, аутизм – это одна специализация. ДЦП – это другая специализация. Работа с человеком по этим верхним программам, когда ты ему говоришь прошлое, будущее, настоящее, предсказание, какой-то вот этот лайт-вариант – это третий уровень. Потому что, если, представляете, человек работает в настройках души здесь, а его надо выдернуть на консультацию человеку сюда, чтобы ответить на вопросы про его прошлое и будущее. И у него даже в голове вот эти переключения, это могут идти информационные сбои, тогда у него не столь объективная будет информация, или он просто будет зависать и отключаться, и говорить «я не вижу», да, или «я не чувствую». Поэтому на каждый уровень информационный надо будет, чтобы работал отдельный человек, дабы упростить работу и дабы сделать ее более высококачественной. И на каждое заболевание надо готовить отдельных людей. Я сейчас смотрю объем работы, если выстраивать грамотно работу даже вот по этим вопросам, то это определенное количество инфодайверов, определенное количество расшаренной информации по определенным проблемам и специализация. Специализация должна быть, иначе мы одного инфодайвера… Его мозг возьмет, он может выполнить любую работу, но в моменте, когда он работает непосредственно с одним человеком, потом переключается на другого человека, будут этапы зависания, будет у него дополнительная нагрузка на психику. Дабы ее минимизировать, чтобы человек чувствовал себя комфортно и жил комфортно, мы это дело сейчас будем смотреть, как оптимизировать. Вот такие наши новости. С вами была я, Наталья Зайцева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok